добрый вечер добрый вечер малыши все кто пришел малыши и и большиши тоже всем 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 добрый вечер мы начинаем нашу программу спокойной ночи перед сном я вам сегодня собираюсь собираюсь рассказать про мост про мост исполнения желаний про моста мост сновидений слышно меня хорошо слышно меня видно меня все хорошо замечательно сейчас я сейчас я только картинки картинки подниму замечательные картинки про этот мост сновидений чтобы можно было их видеть на большом экране тоже так вот наша история про мост сновидений что это за мост сновидений давным-давно не так давно как гораздо позже чем был храм да уже давным-давно евреи жили в россии не в разных странах так вот давным-давно несколько сотен лет до нас в городе краков в польше жил один праведный еврей и звали его раби айзек кто-нибудь слышал про раби айзека не слышали звали его раби айзек бен яков сын яков его папу звали яков да его звали айзек так вот этот раби айзек он старательно учил тору и он исполнял все заповеди старался вести праведную жизнь но жил он очень очень бедно в маленьком маленьком домишке на окраине еврейской с еврейского еврейской слободки в в кракове в городе краков он жил почти почти ничего не было в его доме только только стол и стулья кровати около каждой кровати небольшая тумбочка и все больше никаких у него особых роскошист не было и поскольку он все свое время большую часть своего времени он отдавал учению торы то на на то чтобы зарабатывать что-то у него оставалось совсем немножко времени и они жили очень очень бедно но он не унывал и он всегда полагался на ашема он верил что ашем обязательно обязательно поможет ему каждый день найти что 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 поесть и чем накормить свою семью и ашем потихоньку понемножку да действительно помогал раби айзеку кормить его семью вот однажды ночью когда раби айзек спал он во сне увидел что то такое особенное что то такое удивительное он увидел он увидел он увидел еврейского мудреца в белых одеждах с длинной длинной белой бородой и от него во все стороны как будто бы шел свет этот и этот еврей старый еврей мудрый он обратился во сне к рыба айзеку и сказал айзек бен яков я послан ашемом чтобы сказать тебе чтобы сказать тебе что ты спасешься от бедности и знай что в городе праг в чехии есть огромный мост огромный мост через реку с правой стороны справа с правого конца этого моста под мостом под его основами под его под его креплениями зарыт клад драгоценные камни золото там ты найдешь свою удачу там ты найдешь себе деньги на всю оставшуюся жизнь и этот и этот чудесный чудесный еврей во сне он сразу исчез пробивайзик проснулся нет не так ребят не так проснулся он проснулся и он сказал первым делом что он сказал что говорит еврей когда просыпается да ска моде они конечно же он он сразу полез пальцами в глаза нет сначала что сделал на тела отъедаем конечно же ох потом он протер водой глаза чтобы проснуться немножко сполоснул лицо и он сразу вспомнил что во сне он видел этого удивительного старца в белых одеждах с длинной бородой светящегося от святости который сказал ему что в праге у где краков а где прага это очень далеко что там его ждет под мостом огромный клад чего только не увидишь во сне сны сны это такая вещь во сне можно можно всякую ерунду увидеть это все ерунда сказал самому себе ребя айзик он стал помоли оделся помолился все время у него у него из головы из сердца никак не может никак не может уйти память о странном этом удивительном сне который он видел и он поделился он рассказал своей жене ты знаешь сегодня во сне видел совершенно странную вещь которую никак не могу забыть я видел старца в белых одеждах с длинной белой бородой который сказал мне что он посланница шема и что меня ждет драгоценный клад в городе праг под мостом надо же какую какую ерунду только можно увидеть во сне сказал жене ребайзик его жена она посмотрела на ребайзика посмотрела направо посмотрела налево на их маленький совершенно пустой дом в котором в котором ничего не было никаких никаких ни украшений ни картин ни лишних вещей ничего пол земляной стены не крашеные маленькое окошко ничего особенного там не было вот видите этот ребайзик тут на картинке он проснулся да ничего кроме кровати и столика рядом с кроватью с маленькой свечой ничего там и нет вокруг него жена его посмотрела направо и налево и она сказала ему айзек все бывает в этом мире ты знаешь что у нас у нас нечего есть и дом у нас маленький и бедный почему бы тебе не попробовать почему бы не попробовать не послушать этого ночного старца из сна почему бы тебе не сходить в праг и не проверить а вдруг а вдруг а вдруг действительно тебя ждет в праге под мостом ждет драгоценность драгоценный клад ой ну что ты прага это так далеко это в другой стране как я туда доберусь ой нет я так попробуй попробуй а вдруг вдруг специально ашем тебе послал такой сон чтобы спасти нас от бедности ну что тебе стоит гриба азик подумал подумал и согласился и он отправился из кракова в прагу у это длинный путь в те времена машин не было скорых поездов тоже не было если кто-то хотел переехать из одного города в другой он должен был нанять повозку запряженную лошадьми сколько времени это брало даже в повозке но у ребя азика не было денег даже для того чтобы заплатить извозчику у него не было денег чтобы нанять себе повозку из кракова в прагу очень очень длинная дорога и ребя азик он пошел пешком пешком кто-нибудь из вас пробовал из одного города пойти в другой город пешком вай 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 пробовали из какого города в какой вы шли забыли ну из какого-то города в какой-то я однажды попробовал я я из города афакима шел в город биршеву между этими городами совсем-совсем не не такое огромное расстояние как между как между краковом и и прагом и прагой это совсем-совсем близкие друг к дружке города весь день шесть часов я шел и шел и шел и шел и шел и уже ноги у меня болели пока пока я пока я дошел от афакима до биршевы до биршевы и с тех пор я больше пешком между городами не ходил никогда я понял что это тяжело а что о замечательно замечательно Михаэль замечательно просто чудесно но сейчас сейчас у нас не урок махины сейчас у нас спокойной ночи малыши и сейчас я рассказываю про рыбязика целую неделю целую неделю шел Рэбби Айзек пешком он шел и шел останавливаясь в пути в маленьких деревеньках и в городках мимо него проезжали проезжали повозки запряженные лошадьми проходили люди и он шел и шел и шел и шел ой какой тяжелый длинный путь он в пути останавливался чтобы помолиться какой тяжелый длинный 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 путь он прошел пока он не добрался до города прага прага как это называется на иврите и вот он пришел в город праг он стал искать где же где же этот этот мост он спросил у людей где где здесь мост через реку и они ему показали огромный огромный каменный мост был в городе праге который по которому по которому ездили повозки шли люди кареты все время кто-то кто-то по этому мосту ехал влево вправо вправо влево рыбайзик он он не пошел на мост он пошел к правой основе моста с правой стороны там где там где указал ему место ночной ночной старец да где он указал ему место где находится клад вот он подходит к этому месту и вдруг он слышит грозный окрик эй еврей ты куда идешь что тебе здесь надо ты что здесь ищешь ой он обернулся кто это он увидел солдата он увидел солдата который охраняет мост испугался рабиайзик что этот солдат он он из другой страны даже пришел да он пришел из польши в в в в в рак это у нас столица столица чехии да в другую страну он пришел его могут схватить и обвинить в том что он без разрешения пришел из одной страны в другую он стал убегать он скорее стал убегать и он убежал и спрятался в камышах на берегу реки он там сидел и ждал и ждал 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 когда же наконец наступит ночь и все уйдут спать и вот наконец наступила ночь рабиайзик он он снова потихоньку потихоньку тихо тихо он подкрался к этому мосту подкрался к этому мосту только только он подошел к этому мосту он вдруг услышал а а ты снова здесь а иди сюда евреи сейчас я выясню что ты тут хочешь он увидел опять этого солдата им вместе с другими солдатами они окружили его со всех сторон стой стой на месте не двигайся что у тебя в руках ты что нам хочешь сломать мост взорвать мост нам хочешь нет нет что вы что вы я не хочу взорвать ваш мост я не хочу ничего плохого поверьте мне я ночью во сне мне привиделся старец который сказал что меня ждет под этим мостом с правой стороны ждет драгоценный клад ой ой как они стали смеяться солдаты ой 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 ну ты даешь евреи драгоценный клад и тот солдат который его остановил сквозь смех стал говорить ты что не знаешь что во сне можно увидеть всякие глупости Мне, например, вчера во сне привиделось, что меня тоже ждет клад в городе Краков. В городе Краков, в Польше, меня ждет клад под печкой в доме какого-то Айзека, сына Якова. Ты что, думаешь, что я поверил в это? Ой, ты смешил. В чьем доме, солдат, сказал, ждет его клад? Айзека, сына Якова. А кто это, Айзек, сын Якова? Ой, ребя, Айзек, он услышал это. Солдат не может знать, как его зовут. Он не спрашивал, как его зовут. Значит, он действительно видит во сне, что в доме у самого Айзека есть клад под печкой. Вау, как он, как он обрадовался, как он поблагодарил Ашема. Вау, он попрощался с этими смеющимися веселыми прашенскими солдатами и скорее, скорее пошел обратно домой. Ну, обратный путь у него тоже занял много времени, но он, он уже даже не чувствовал усталости. Он так поверил в сердце своем, что его действительно дома ждет клад, и что все это не случайно, что все это Ашем специально устроил для того, чтобы его спасти от бедности. Рыбя Айзек пришел домой, он взял лопату, кирку, и он стал копать, копать, копать под своей печкой. Он стал копать под своей печкой, и, ах, что он там нашел? Железный сундук, полный золотых монет и драгоценных камней. Ой, как обрадовался Рыбя Айзек, его жена, его дети! Мы теперь спасены от бедности навсегда! Ой, сколько денег! Мы теперь станем миллионерами! Мы теперь станем богачами! О, Рыбя Айзек подумал, если Ашем, если Ашем так меня любит, и он послал мне такое богатство, неужели я все это богатство истрачу на себя? Буду покупать каждый день коржики, плюшки и конфеты и всякую ерунду? Оденусь в золотые одежды, что я буду делать с такой огромной суммой денег? Раз Ашем меня так любит, я же тоже люблю Ашема, я тоже хочу сделать для Ашема что-то хорошее. Что такое хорошее я могу сделать на эти деньги? И Рыб Айзек, он решил построить, построить в городе Краков огромную, красивую синагогу. Он решил на эти деньги, на часть этих денег, ему еще останется, но на часть этих денег он отделил часть, чтобы построить огромную, красивую синагогу в городе Краков. Он нанял самых лучших инженеров, самых сильных и умелых работников. Шесть лет строили шикарную, огромную, красивую синагогу в городе Краков. Шесть лет ее строили, и, наконец, она была построена вся. Да, все евреи Кракова собрались, собрались, чтобы отпраздновать открытие новой синагоги, большой, в которую все евреи могли прийти вместе и поместиться всем, никому не будет тесно. Которая выстроена такой красивой, в честь Ашема, с такой любовью, они собрались отпраздновать Хануката Байт. Пришли богатые люди, с которыми Рыб Айзек познакомился, когда он строил эту синагогу, у которых он покупал камни для строительства, драгоценные ткани и дерево для скамейки, для столов, которые поставили теперь в эту синагогу. Он собрал богатых людей, бедных людей, и он заплатил, сделал огромный-огромный пир. Все евреи собрались на этот пир праздновать, праздновать. Пришел Рав, города Кракова. Все евреи сидят в синагоге за столами, за накрытыми, радуются. Всюду свет и радость, и счастье. Посмотрите, Рав сидит, рядом с ним сидит Рыб Айзек, другие важные евреи, сидят мудрецы Торы, сидят богатые люди, которые тоже отделили от своих доходов на строительство синагоги, пожертвовали. Все сидят, празднуют, все радуются, и богатые, и бедные. И только на другом конце города не празднуют. На другом конце города живут не евреи. Они смотрят, что это такое у евреев там за праздник какой. А-а-а, они празднуют открытие новой синагоги. Откуда у них столько денег взялось, что хватило на целую синагогу? А-а-а-ай, откуда у евреев столько денег? Наверняка, наверняка они украли эти деньги у нас. Это все наше должно быть, наше. Посмотрите, как они завидуют. Завидуют, что у евреев праздник. Они завидуют эти злодеи. Они стали договариваться друг с другом. Давайте, давайте, сейчас, пока они все празднуют, все вместе на них нападем. Их побьем, порежем. И заберем все их богатство себе. Мы сделаем им погром, а себе заберем все их золото, все их драгоценности, всю еду у них заберем, а их будем убивать и грабить. Ой, какие злодеи. Ой, какие злодеи. Евреи сидят и ничего не знают. Ребя Айзик, он сидит во главе стола, он произносит слова Торы, то, что он успел выучить в течение дня. Говорит двор Тура. И вдруг он чувствует, что кто-то его тихонечко трогает за руку. Кто-то его тихонечко трогает за руку. Он посмотрел, и он увидел маленького мальчика, не еврея, который ему делает рукой знак. Что он ему делает? Что он ему хочет сказать? Иди сюда, тихо. Он встал, Ребя Айзик встал, он вышел тихонечко из синагоги к этому мальчику. Что ты хочешь мне сказать? Что случилось? И этот мальчик ему сказал, этот мальчик ему сказал, ты знаешь, что все гои собрались на другом конце города, и они решили устроить еврейский погром. Они решили напасть на вас, убить вас и забрать все ваше все ваше богатство. Ребя Айзик услышал это, он весь побледнел. Он так испугался. Он поблагодарил этого мальчика, он дал ему денег, благодарность за то, что он предупредил. И он вернулся скорее в синагогу, он подошел к Раву. И он рассказал Раву о той страшной беде, которая надвигается на евреев города Кракова. Ой, что сейчас будет? Ой, что сейчас будет? Все евреи, все евреи, когда они услышали об этой беде, они заволновались, что же нам делать? Как же мы спасемся? Как мы сможем защитить себя от этих злодеев? Рав сказал, Рав сказал, соберите всех молодых крепких евреев, которые могут за себя постоять, и чтоб каждый из них взял какое-нибудь оружие, нож или палку, или топор, и я знаю, сказал Рав, что эти злодеи, они очень суеверные, они верят во всякие глупости. Например, они верят, что могут мертвые встать из своих могил, вдруг ни с того, ни с сего, и напасть на них. мы сделаем им, мы их напугаем, мы сделаем им засаду. Пусть молодые наши ребята, крепкие, оденут на себя белые, белые простыни с прорезями только для глаз и спрячутся на кладбище, на кладбище, там, где могилы. когда эти гои, эти злодеи, когда они подойдут к нашей еврейской слободке, то эти ребята, молодые, бахурием, они выскочат с кладбища в этих белых саванах с палками и с факелами, и с топорами, и они погонят, побегут на этих, на этих злодеев. Увидят злодея, они испугаются, они испугаются, они подумают, что это мертвые встали из могил, и они начнут убегать, и так мы их прогоним. Это предложил Раф. С ним, конечно же, все согласились, и так и сделали. Молодые, крепкие ребята и люди постарше, все одели, одели на себя такие длинные, белые тряпки, балахоны, столько для глаз сделали, дырочки, взяли факелы, взяли палки, взяли топоры, кто что нашел, кто что смог, и они спрятались на кладбище. И вот они видят, как подходят, подходят к еврейской слободке, подходят, подходит толпа погромщиков. Тогда они все дружно закричали и выскочили из-за нагрома, из-за надгробия, из-за могилы, они выскочили все в своих длинных белых балахонах, и у каждого на голове была прикреплена свеча, горящая свеча, чтобы напугать этих злодеев. Они выскочили, побежали на этих злодеев. Увидели, увидели эти гои-погромщики, они увидели столько, столько вдруг белых фигур поднимается прямо с кладбища, с горящими свечами на голове, и с палками, и с дубинами, они испугались, завопили, ай-яй-яй-яй-яй, спасите, помогите, мертвые, мертвые встали, ай, они защищают евреев, бежим, бежим. Ай, стали убегать, 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 побросали свои, побросали свои орудия, свое оружие, свои топоры, свои, свои ломы. У некоторых свалились, свалились ботинки с ног, шапки потеряли, ой, стали убегать, толкая друг друга. А евреи гонятся за ними, гонятся. Видно? Ага. И так они прогнали этих погромщиков от еврейской слободки. Они их прогнали. Прогнали. С тех пор долгое время боялись окрестные соседи, не евреи, боялись делать пакости евреям, боялись евреям делать что-то плохое. Они вспоминали, как они испугались. И больше, и больше долгое время они евреев не трогали. Все евреи города они поблагодарили, поблагодарили ребят, которые прогнали этих злодеев. И они поблагодарили Ашема, что Ашем их спас и защитил от большой беды. И жили долго и счастливо и молились в большой и красивой синагоге, построенной на деньги раби Айзека, сына Яакова из Кракова, из города Кракова. Так я хотел сказать, что мы из этого рассказа учим. В начале рассказа мы учим одну очень-очень важную вещь, что иногда люди думают, что их счастье, что их богатство, оно ждет их где-то далеко-далеко, куда нужно тяжело-тяжело идти, долгие дни, недели, а на самом деле их богатство, их счастье, оно рядышком с ними, совсем рядышком, прямо у них в доме, прямо, прямо рядом с ними ждет их удача. Раби Айзек, он шел из Кракова до Праги и потом бежал обратно, а счастье ждало его прямо дома, прямо под его печкой в его маленьком крохотном домишке. Вторая очень важная вещь, которую мы учим, не бояться, не бояться злодеев и верить, надеяться на Ашема, что Ашем нам поможет и что мы сможем победить всех злодеев. Субтитры создавал DimaTorzok